Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 28 декабря, Православная Церковь совершает память священномученика Илариона. Святой Иларион в миру Владимир Троицкий родился 13 сентября 1888 года в семье сельского священника Алексея Троицкого. Кроме Владимира в семье было еще два младших сына Дмитрий и Алексей, а также две дочери, которых звали Ольга и София. Троицкие были родом потомственных священников. Жизнь семейства Троицких отличалась патриархальной строгостью и неукоснительным следованием православным обычаям. Супруга отца Алексея умерла рано. Воспитанием детей после ее смерти занималась ее незамужняя сестра, учительница приходской школы. Нередко ей приходилось брать Володю с собой на уроки читать, а поскольку с раннего детства он все церковные службы проводил на клиросе, он овладел и славянским языком. Будучи пяти лет, он уже читал в храме часы и шестопсалме. Дух будущего борца за церковь, богослова и мученика, святителя Илариона, воспитывался в благодатной среде сельского храма. Дружная православная семья заложила в нем основы того душевного здоровья, которое помогло ему выстоять в нечеловеческих условиях советских тюрем и лагерей. Прекрасная чистая душа Владимира Троицкого формировалась в детстве и ранней юности, и под влиянием впечатлений от родной среднерусской природы. Православный дух святителя Илариона отличался не только силой и крепостью, но одновременно утонченностью, изяществом, добротой и красотой. Устремленность к святости, пронизывающая его богословские сочинения, неотделима от стремления к высшей красоте. Стоит отметить, что Владимир Троицкий всегда был круглым отличником учебы. Владимир Алексеевич был по своему призванию и затем по своим дарованиям и учености исследователем-богословом. Любовь к науке сливалась у него с любовью к Академии и Троице Сергиевой Лавре, в стенах которой она располагается, теле, члены которого обедены общей благодатной жизнью, имя которой – любовь. Писал владыка Иларион чрезвычайно ясно, просто и при этом с установкой на устное слово. С его именем связана слава блестящего проповедника, лектора, а также полемиста. В литературных произведениях святителя сквозит возвышенная простота его личности. В 1913 году Владимир Троицкий принял монашеский постриг с именем Илариона. 11 апреля 1913 года Троицкого рукоположили ва иеродиакона, 2 июня – ва иеромонаха, а 5 июля отец Иларион был возведен в Сан-Архимандрита. В марте 1919 года Архимандрит Иларион был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Причину ареста он и сам не понимал. Видимо, он был схвачен из-за одной своей близости к патриарху, поскольку был его секретарем и главным консультантом по богословским вопросам. Через два месяца священномученика освободили деятельность Архимандрита Илариона в Сергиевом посаде после закрытия Академии летом 1919 года прекратилось. С начала же 20-х годов установилась его тесная связь со Сретенским монастырем. До своего ареста в ноябре 1923 года святитель Иларион был настоятелем Сретенского монастыря. В мае 1920 года он был возведен в святительский сан. Святитель Иларион вступил на епископскую стезю с полным сознанием того, что его ожидает, с готовностью к мученичеству. После декрета в ЦИК от февраля 1922 года относительно изъятия церковных ценностей, приведшего к народным волнениям, по стране покатился вал репрессии. В апреле 1922 года был арестован патриарх Тихон. Еще раньше 22 марта оказывается под арестом святитель Иларион, которому выпало на долю разделить крест патриарха. В июне он высылается на год из Москвы в Архангельск. В мае власть в церкви захватили обновленцы и безбожники сделали ставку на них, намереваясь поставить патриаршую церковь вне закона. Летом 1923 года святитель Иларион прибыл в Сретенский монастырь и изгнал из него обновленцев. Вскоре он был арестован. Владыку осудили на три года концлагерей. 1 января 1924 года он был привезен на пересыльный пункт на Поповом острове, а в июне отправлен на Соловке. В лагере владыка пользовался великим почетом. Многие видели в нем духовного отца, а в отношении душ, уже отравленных неверием, он был миссионером. Святитель Иларион был одним из авторов так называемой памятной записки соловецких епископов, выразивший волю группы епископов, которая стала как бы негласным церковным собором. В конце лета 1925 года святителя внезапно перевели из Соловков в Ярославскую тюрьму. Это было сделано ради того, чтобы склонить священномученика к присоединению к новому обновленческому расколу – Григорьевщине. В разговоре с агентом ГПУ святитель решительно отверг это предложение. Осенью 1929 года срок заключения святителя Илариона заканчивался. Однако власти не собирались выпускать его на волю, накручивая ему все новые сроки. Они надеялись сгноить его в тюрьме. В октябре священномученик был вновь осужден на три года, на этот раз на поселение в Среднюю Азию. Повезли его туда этапным порядком от одной пересылочной тюрьме к другой. В дороге святитель заразился сыпным тифом, вспыхнувшим среди заключенных. Без вещей в пути его обокрали. В одном рубище, кишащим насекомыми, в горячке, его привезли в Ленинград и поместили в тюрьму. Здесь он и обрел блаженную кончину. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священномученика Елеферия, матери его, мученицы Анфии и мученика Карива Епарха, преподобного Павла Патрийского, святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского. Совершается собор Крымских святых, преподобного Трифона Печенского, Кольского и всего собора Кольских святых, мученика Елеферия, преподобного Парда Отшельника. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священномученика Александра Рождественского, Василия Виноградова, викторина Добронравова, пресвитеров, всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тиземеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова